Последствия страшного ДТП, которое устроил пьяный водитель Дорьемстроя, стали причиной для проведения тотальной проверки перевозчиков. Алексей Русских поручил усилить контроль за отбором водительских кадров как в муниципальных, так и в частных предприятиях. А вот сотрудники госавтоинспекции в минувшие выходные выявили на дорогах области нетрезвых водителей. Традиционный профилактический рейд стартовал на проспекте Созидателей. Об итогах Артем Петров. Восемь часов вечера на дорогах Заволжского района выстраиваются экипажи ГИБДД. К водителям у них одни и те же вопросы. Всего за несколько секунд опытный инспектор может определить подозрительного водителя. Внимание сотрудника госавтоинспекции приковано к речи, реакции и эмоциям автовладельца. Большинство тех, кто за рулем к таким мероприятиям относятся с пониманием. Многие сами не раз замечали на дорогах подозрительных водителей. Бывает едет человек и он ведет себя на дороге. Его стиль вождения выдает его и наталкивает на мысль о том, что за рулем нетрезвый водитель находится, считая, что подобные мероприятия просто необходимы. Управление в состоянии опьянения транспортными средствами является наиболее тяжким среди всех нарушений правил дорожного движения, так как оно влечет наиболее тяжкие последствия, влияющие на общую обстановку и приводящие к совершению дорожно-транспортных происшествий. Особое внимание к такой спецоперации приковано после страшного ДТП, которое на прошлой неделе унесло жизнь целой семьи. Пьяный водитель фуры на президентском мосту буквально снес легковой автомобиль. Сейчас виновник аварии находится под стражей, а в областном правительстве Алексей Русских инициировал тотальную проверку водителей муниципальных и частных предприятий, самый пристальный контроль за пассажирскими перевозками. Поручаю провести комплексную комиссионную проверку всех автотранспортных и дорожных предприятий, ужесточить требования к отбору и контролю водителей, выходящих на работу. Всего за три дня сотрудники госавтоинспекции выявили на дорогах области 43 нетрезвых водителя. Пятеро из них сели за руль пьяными повторно, а это уже уголовное преступление, за которое предусмотрено реальное лишение свободы. Артем Петров и Михаил Державин. Вести. Ульяновск.